МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я позитивен в наличии всей опции плюс голова. И со мной мои друзья Сергей и Анастасия. Антон, 39 лет. Поддался чарам состоятельной особой из высшего общества, пытался соответствовать ее статусу. Но после череды упреков и унижений был вынужден прекратить отношения. Антон, управляющий крупным холдингом, гордится уникальным дизайном своей квартиры, мечтает купить квартиру в Камбодже или в Хорватии. Предупреждает, что никогда не помнит зла и не предохраняется во время интимной близости. Антон не ответит взаимностью девушке, которая не носит платья и не умеет преподнести себя в обществе. Женится на статусной брюнетке с карими глазами и идеальными пропорциями. Расскажите мне об этой статусной девушке. Откуда она была? Чьих она была? Нас познакомила наша общая подруга. На первый момент, когда мы познакомились, даже фактически на меня и не взглянули. Я тоже как-то мимо пропустил все это. Но потом соответствующая обстановка, это наше романтическое катание на катере, когда я занимался спортом, привели к тому, что мы с ней сошлись и стали общаться. Сразу видно серьезного мужчину. Мама у нее достаточно влиятельная, богатая женщина. Ну, папы на тот момент не было. А девушке сколько было лет? 24. Она занималась чем-то? У нее был собственный бизнес уже? Да, конечно. Выглядит очень обычный и просто. Расскажите, как вы ей преподнесли подарок, сюрприз на день рождения, как вы ее удивили? Вот про эту поездку. Да, это уникальный случай, на самом деле. Я подарил ей поездку в Лондон на мюзикл «Призрак оперы». А она мечтала об этом? Нет, конечно. Ну, на поездке в Лондон... А вы такой богатый, да? Ну, все равно подарок жил он. Какая разница, богатый или бедный? Я хотел сделать красиво. Не, ну, если бедный, это, конечно, здорово. А если богатый, ну, почему? Росс, это чудесный подарок. Не, ну, хочу сказать, что это, конечно, не мой идеал мужчины, но пообщаться с ним, конечно, было бы интересно. Может, он откроется каким-то образом. Мы на пять дней поехали в Лондон, сходили на «Призрак оперы», прекрасная очень постановка. А она зевалась и делала, не нравилась ей, да? Да, вы знаете, ситуация немножко меня напрягла в том, что я практически чуть ли не плакал, когда смотрел этот мюзикл. Она спокойно смотрела, и когда мы встали, когда все закончилось, ну, я ожидал что-то большего, как-то так. Все-таки красиво у него не получилось. Меня вот очень сильно покоробило это. А что ведь вас покоробило-то? Может, она каждый день «Призрак оперы» смотрит? А для вас это один раз накопить деньги и съездить в Лондон? Ну, это не зависит, сколько раз ты смотрела или слушала оперу, и вообще к подаркам так не относится. Поэтому даже если она это каждый день к ней прилетает... А она знала, что это подарок-то? Какая разница? Она может каждый день в Лондон ездит. Каждый день в Лондон она, например, навряд ли летала. И если молодой человек тебе дарит такой сюрприз, то уже, как минимум, вы же говорите, что у нее хорошее воспитание. В силу воспитания нужно было поблагодарить и сказать, как это прекрасно, как это замечательно. Ну, хорошо. Нет, конечно, вместо благодарности, когда мы вернулись обратно, была фраза такая. А подарок-то где? Я говорю, как? Вот, я же сделал подарок. То есть она не восприняла это вообще? Нормально, да. А то мы слетали, что как положено. А где подарок-то? Хорошо, Антон. Значит, я делаю вывод. Девушка воспитана дурно, из неполной семьи. И то, что мама заработала денег, это еще ни о чем не говорит. Девушка, конечно, однозначно не права была. Должна была не за счет мамы жить, а что-то свое достигать, ставить свои цели. Конечно, она упустила хорошего мужчину. Когда мы с ней разговаривали о том, что мы с ней в квартиру будем жить вдвоем, она мне четко сказала, говорит, а почему я должна уходить в более худшие условия? Почему же вы не развернулись и не убежали от нее в тот самый момент? В тот момент я был, ну, как бы я альтруизм по жизни, я стремлюсь добиться чего-то. Я думаю, что и здесь у меня что-то получится. Но это наивность, конечно, я понимаю. Все равно мужчина должен по статусу быть выше. Так я вот о том и говорила, я вот тоже так думаю, что или статусу должен быть выше, но никак не ниже. Вот однажды, когда вы чистили картошку, пришла ее мама. Расскажите. Ну, это прекрасная история. Да, мы после Нового года поехали к ней. На самом деле предыстория в том, что мама, когда была дома, она никогда не хотела, чтобы я был там. Она привыкла ходить по своей квартире самостоятельно, в чем хочет, и поэтому, чтобы никто не смущал. Она привыкла быть владелец своего, как бы, угла. И мы, когда поехали к ней, то ничего не предвещало, там, последствий никаких. Мама поехала на дачу. Мы хотели совместно сделать ужин. То есть со свечами, романтично, все красиво. Ну, соответственно, мы начали ее готовить. Она готовила там салат или мясо, я не помню сейчас. И я стал чистить картошку. Вдруг, вместо того не сего, приезжает мама. Возвращается, заходит на кухню, посмотрела так. Ну, я поздоровала, все. И начинает уже уходить. И такую фразу мне, уходя. Да, говорит, одни деньги зарабатывают, другие картошку чистят. Ну, мама была не сдержана на язычок, но ничего здесь такого страшного. В тот момент у меня очень хорошо вспомнился момент из одного фильма, 24 часа, с Ухановым главной роли, когда он играет наемного киллера. Когда его вытащили из тюрьмы, и они сидят на даче с милиционером, который его вытащил. И вот он сидит на пианино, играет, и милиционер его спрашивает. А ты, говорит, когда-нибудь женщину убивал? То есть сидит, играет, яблочко берет, откусывает. Да нет, говорит, никогда не убивал, но много раз хотел. Женщина за мужчиной должна быть, за мужем, за мужем. А он, мне кажется, такого не даст. Ты не будешь с ним ощущать себя за мужем, а будешь ощущать себя при ком-то, с кем-то, но не за ним. Антон, у вас сейчас недобрый глаз. Вас эта история дико возмутила. Она вас разозлила. Почему вас не любили просто так прекрасного, без вот этого антуража и вот этого всего обрамления? Ну, вот такая жизнь несправедливая. Я к чему это говорю? Я хочу, чтобы вы встретили женщину себе ровню. Потому что мужчина должен доминировать. И в деньгах тоже. Мне, например, не может сделать замечание мужчина, как мне себя вести, как разговаривать в носках за 2 рубля. Я его слушать не стану. Понимаете? А в семье это важно. Не так сделала, не так сказала, не вовремя пришла, не так почистила картошку, не все. Слушать не стану, скажу. Ты сначала заработай, потом рот будешь открывать. Я девушка грубая. Поэтому я вам еще раз говорю. Ищите среди своих. Прекрасно, что вынесли. Прекрасно, что вынесли. У меня два возражения по этому поводу. Пожалуйста, вынесли с удовольствием. Во-первых, еще раз повторяю, что я выбирал человека, а не его положение. Так получилось, что о положении я узнал позже. Лейтенанта, конечно. А потом теща сказала, вот тебе картошку чистить, а мне деньги зарабатывать. Во-вторых, помните прекрасную фразу из фильма, чтобы жить с генералом, надо выйти замуж за кого? За лейтенанта. Помотаться с ним везде, а потом с генералом. Прекрасно, вы о себе говорите. Но статус мой другой сейчас. Послушайте, а квартиру ты получили? Поэтому, перефразируя эту, так сказать, поговорку, вам нужно жениться на простой девушке, а потом с ней дойти до статуса генерала на простой. Она уже генерал была та, понимаете? Мне кажется, ему нужна уже женщина постарше, которая... Да ровесница вообще нужна. Да, была бы без гонора. А сегодня в идеале какую девушку хотите встретить? Вот для жизни какая нужна? Для жизни. Для жизни уже более-менее самостоятельная девушка. Богатая? Нет, уже без разницы. Не обязательно. Ей не нужно богатство. Ей тогда она была не нужна. Хорошо, статусная. Ладно, да ладно, статусная. Вот это другой вопрос. А что это такое? Человек, который что-то добился в жизни. Я думала, он ищет себе молодую жену, и он из нее сможет сделать все, что он захочет. Очень качественный, допустим, очень дорожимый начальством специалист, ну, в банковской сфере, например, это статус? Ну, это специалист. Это не статус. Вот, допустим, девушка, которая лучше всех стрижет, и к ней на месяц очередь в ее салон, и с огромным уважением к ней относятся деньги, она зарабатывает. Это для вас мелковато? Думаю, что да уже. Тогда давайте определяемся. Если мне очень нравится то, что вы знаете, чего хотите, нам будет проще, поэтому предпочтение в профессии. Или нежелательные, допустим, профессии. Нежелательные – это профессии шоу-бизнеса. Все, абсолютно все. А они прямо разбежались вас любить и выходить за вас замуж. Дальше. Шоу-бизнес, понятно. А вы мне вопрос задаете или предлагаете? Еще подкалывай немножко вопрос задай, и чуть-чуть еще, я же не могу от себя отказаться совсем. Поэтому у меня и нет с ним никаких отношений. Учительница начальных классов, да? Пойдет вполне, пойдет с удовольствием. С удовольствием. Это статусно. Это статусно, кстати говоря. Это статусно. Ну вот он хочет брюнетку статную. Я бы по нему не сказала, что он… Ну должен мужчина соответствовать все-таки такой статной брюнетке, как ты. А ваша жена, вот что вы, какие заборы вы выстроите перед ней, перед свадьбой? Ну… Что будет ей непозволительно? Непозволительно. Чтобы приезжали ее родственники, оставались у вас, чтобы она ездила в отпуск без вас, я не знаю, чтобы она работала в ночную смену. Ну скажите, что? Не танцевала или наоборот танцевала? Я думаю, что для меня все-таки барьер – это курение. А если мужчин у него будет в друзьях просто, как у Чингисхана? Категорически нет. Вот эти все друзья, это все очень разлагает отношения, очень здорово. А вы мне про сигареты. Ну передачи-то ведут женщины. Если бы вели мужчину, они бы его подержали, конечно. Я думаю, Антон, вы сложный человек. С вами тяжело будет договориться, девушки. Поэтому если она на раз-два с вами не соглашается, вы будете вставать в позу. Я думаю, что вы очень обидчивый человек. И вы злопамятный. Вот ни то, ни другое, и не третье. Совершенно не злопамятный – это в первую очередь. Всегда из всех проблем я ищу только позитив. Даже в этой ситуации, когда фактически она практически трагическая получилась для нас, сказка бесчастливого конца. Я к этому человеку отношусь только хорошо. И вывел для себя только позитив в этом уроке. Я уже сказала свое мнение, как мне показалось. Вот мне показалось, что с вами тяжело договориться, и что характер у вас сложный. Поэтому мне хочется, чтобы была рядом с вами девушка сговорчивая, с характером легким, чтобы она не парилась по каждому пустяку, чтобы она не вступала с вами в споры, в конфликт из-за всякой ерунды, а чтобы она могла на улыбке выходить из каких-то ситуаций с вами. Типа договори, говори, Антон. Хорошо. Вот и все. Потому что иначе вас это погубит. Легкую девушку. Ну, Антон, я всегда выступаю адвокатом. Сегодня я тоже буду вашим адвокатом. Объяснять вам, что птичка на рыбке не женится, это факт. Но вы хотите это, в общем-то. Ну, а чего же, бывают же летучие рыбы-то, собственно говоря. Постараемся такую приобрести сегодня. Я на вашей стороне. Спасибо. Вообще, мужчины после 40, у них воскакивают все пороки, которые накопились до 40, еще плюс генетические. Так что ему остался год. Страшно подумать, что с ним будет через год. Я вам не советую девушку мягкую, на мой взгляд, задавить. Вам нужна такая же стабильная, серьезная, очень практичная хватка. Почти как роза по характеру. Был бы ближе, пожалуй, вам руки. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Антона. Иди знакомься с первой невестой. Здравствуйте, Антон. Для вас хочу представить календарь «Майя». Это талисман с места силы. И я вам объясню, что нужно делать, чтобы в вашем доме была гармония и доброта. Спасибо. 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 Она ему понравилась, она разомлела так. Понравилась? Да, она просто понравилась. Боже мой, какая прелесть. Не будет конца света. Не будет конца света. Слава тебе, Господи. Давайте на вас посмотрим. Спасибо. Доминика, 26 лет. Генеральный директор медицинской компании. Окончила школу с золотой медалью. Гордится двумя высшими образованиями. Мечтает стать депутатом. Предупреждает, что много времени посвящает работе и никогда не станет домохозяйкой. Возлюбленный Доминики пытался компенсировать свое невнимание к ней деньгами. Устала доказывать ему, что не в деньгах счастье и порвала отношения. Надеется, что Антон умеет любить. О, боже, боже, боже. Рассказывайте про свою любовь. Про любовь? Ну, стандартная, может быть, ситуация, известная многим. Мужчина у меня достаточно влиятельный был. Мой гражданский муж. К сожалению, он думал, что для женщины самое главное – это деньги. Для меня нет. Для меня главное – это отношения. Мы не смогли прийти к общему знаменателю и пришлось разобраться. Ну, когда деньги мешали отношениям. Вот объясни, найдите мне хоть одну женщину, которой бы помешали деньги, которые зарабатывает ее мужчина. Я. Чем же они вам мешали? Ну, не брали бы. Мне не мешали деньги. Мне мешало отношение мужчины к этим деньгам. Какая связь? Бывает мужчина хороший, бывает плохой. Деньги в этом случае не имеет никакой роли. Бывает плохой человек и нищий, а бывает очень хороший человек, который еще и деньги умеет зарабатывать. Связь не могу пока не... Я согласна, я выбрала неправильного мужчину, которого неправильное отношение было к деньгам. Мне кажется, тебе нужны деньги, но он здесь скрывает и делает вид, что ей не нужны деньги. Вот какое у него было неправильное отношение к деньгам? Он их раздавал бедным людям? Нет, нет. Он просто считал, что свою любовь он доказывает подарками. Тогда чего он вам не додавал? Внимание. Внимание, я объясню. Расскажите, вот внимание для вас – это что? Вот сидит нищий в трениках, вы на кухне, он за вами, вы спать, он рядом с вами, вы с книжки читать, он подсматривает, вы кроссворды разгадываете, он вам подсказывает. Это внимание. Замечательная фраза одной из артистки, которая очень много работает, и она мало проводит времени с детьми. Главное не то, сколько ты проводишь время с человеком, как ты проводишь тот час, который ты ему посвящаешь. Хорошо. Хорошо. Так вот, когда у него было вот то самое время на вас отпущено от тяжелой работы, вам… За что он его тратил? На что? К сожалению, он тратил на какие-то подколки, он по гороскопу скорпион, такой демоничный. Он вредничал. Да, он вредничал. Он не имел давать тепло, он не знал, как это делать, хотя я пыталась его этому научить. Он привык откупаться деньгами, дарить подарки. Доминика, что вы рядом с ним делали? Я его любила. Кажется, конечно, искренней. Или она кажется, или она такая есть, конечно. Я ее любила. Или я ошибаюсь? Мне кажется, она такая уже прожженная девица. Что ты просто поддалась ее чарам просто мгновенно. Я пыталась все время развиваться интеллектуально, духовно. А он его устраивал тот уровень, на котором он находился. А вы два высших образования получили? У меня третий высший, он начал третий высший. Одно высшее образование. Ну, куда он развивался? Он же денег хорошо зарабатывал. Ну, я тоже зарабатываю деньги. Да? Да. У вас два бизнеса, да? У нас крупный холдинг, в который уходит компания. Посмотрите, сначала вы сходитесь с человеком, непонятно почему. Потому что вы мне все время здесь толычите про какую-то химию. Вы начинаете жить с человеком, с которым у вас разные интересы, разные взгляды. Я молодая. Разные желания, разные мечты. А потом начинаете предъявлять к нему претензии. Ну, если он чрезмерно ироничный, ну, что делать? Вот он такой. Лариса, у меня тоже все шикарно. Я претензий не предъявляла. Просто я оставила человека, кажется, в своей жизни. А у вас родители кто? У меня замечательно полная семья. У нас все три девочки. Папа военный, медик. Мама тоже медик. А они вам помогали открывать бизнес? Нет. Ну, в принципе, девочка и его типаж работают. В крупном холдинге. Значит, все, что вот ему нужно, да, они друг друга поймут. Будут разговаривать на серьезные бизнес-темы. Дома у них никакой романтики не будет, тем будет серьезно. Вот я тут прочитала вашу анкету и очень удивилась. Что несмотря на то, что они расстались, у них... Да. Доминик Мальдини Алексона. То есть, значит, папа вашего воина Советской Армии. Александр. Александр зовут? Нет, Александр. А у папы фамилия? Папина фамилия Королев. А как вы Мальдини вдруг? Ну, скажем... Вы же замужем-то не были. Скажем так, это моя маленькая тайна. Я сохраню ее. Я унесу ее с тобой в могилу. Может, она вообще замужем на самом деле. Не знаю, два паспорта, один на одну фамилию. Вот перед вами сидит простой парень Антон. Мне нравится простой парень Антон, потому что я тоже простая девушка Доминика. А если все сложится с фамилией, то его возьмите. У вас как фамилия? Могучий. Могучий. Будет Доминика Алексона Могучий. Могучая. Могучая я. Как, возьмите фамилию мужа? Я подумаю. Не-не, не подумаю, мы хорошие. К сожалению, я думаю, что дети возьмут фамилию мужа, а я ставлю свою. А ты, Мальди, не могучая. Я не против. В браке, если Антон попросит вас отказаться от работы, время посвящать ему и детям, пойдете на это? Я на это не пойду, говорю честно, потому что, мне кажется, женщина, которая не развивается, зависит от мужчины, мужчине, такому, как Антон, не нужна. Абсолютно с вами согласен. А вы любите бабочек? Бабочек? Ну, не думала об этом. Я больше люблю кошек и собак. Но, может быть, и полюбила бы. Антон любит бабочек? Он коллекционирует. Коллекция бабочек. Ну, какая прелесть. Быть может, если Антон посвятит меня своей коллекции, я тоже люблюсь. Будешь бабочкой? Да, очевидно. Она ему календарь мая, он ей бабочек. Чудная семья получится. Вы очень достойно себя ведете, вы держите удар, то есть нападки проходят мимо вас. И если вам нравится Антон, то почему бы ему сейчас же прямо не показать сюрприз, чтобы уже окончательно его очаровать? Я езжу по местам силы и собираю различные символичные вещи оттуда. Вот в данном случае календарь мая, это скакулька, пирамиды привезено, вот непосредственно с того места. А что с ней делать? Она несет определенную энергетику, должна находиться дома. И если Антон выберет меня, я научу его, что нужно делать, чтобы в его доме было благормония. А если не выберет, значит, Антон сразу отдавай. Ну что, маленький жительский шантаж, я никому еще не мешал. Спасибо, Доминик. Спасибо. В общем, она его заколдовывает. Сергей, вам понравилось, девушка? Понравилось. Внешние данные, конечно, видно очень умный. Мне понравилось не только внешне, мне понравилось как раз ее, вот как она себя вела. А вот держать спинку, вот немножко вот так разговаривать, это и есть хорошие манеры. Вот она сидела и выделывалась откровенно. Вот что-то такое. Я думаю, что когда она как директор... Вот это и есть хорошие манеры. Ты понимаете, я же тоже руководитель. Мне кажется, хорошая манера, это когда человек естественен и прост. Тогда надо принять критерию своего поведения. Здесь же у нас не совещание, правильно? Она показывала, какая она... Ну, я не согласна, что выделывалась. Женщина, она кокетка, как сказала, как у Шанель, женщина без капризов, как духи без запаха. Да я тоже, мне Доминик, тоже понравилась она, кстати. И как директор-директор, я понимаю, здесь можно себя расслабнуть. Очень подходит. И заезжает нам, слава богу, все в порядке, в общем-то. И папа у нас, как говорится, тоже военный из Советской Армии. Замечательно. Там тоже не забалуешь. Не было никакого пафоса, никакого высокомерия. Все было в рамках. Очень надеюсь, что вместе с изменением имени своего родного, вот на это самое придуманное ей приятное имя, на это псевдоним, она поменяла и свою дату рождения. Потому что та дата, которая есть у меня, описывает ее как человека не очень уживчивого, экстремального, желающего любой ценой произвести впечатление. Потому что там такой стелем в Водолейск, квадратами в Скорпион как раз. Она способна быть вредноватой, хотя ставила это в пику своему бывшему возлюбленному. Она иногда желает неординарности, и эта неординарность может принимать совершенно гротескные формы, и окружающими не пониматься. То есть, в общем, моим глазам предстал гороскоп не самый простой, не самый уживчивый, не самый добродушный, не самый открытый женщины. Притом я здесь видела другой образ. Я не меняла дату рождения, и я лишь частично согласна с тем, что сказала Василиса, «Но в этом есть зерно истины». Идите знакомство с второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Антон. Я очень рада знакомству с тобой, и верю в то, что случайно знакомств в жизни не бывает. Спасибо. Ну, тогда попроще девочка. Нет, все-таки первый вариант мне пока нравится гораздо больше, несмотря на ее все недостатки. А мне больше всего нравится третий вариант. Здравствуйте, Наташа. С кем вы? Я с моим очень хорошим другом, которого я знаю очень много времени. Его зовут Вадим. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим и узнаем вас очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Сулечка сама купила или подарили? Почти. Почти подарили. Как это? Почти подарили. Ну, я такое мнение, что такие дорогие подарки, они не могут приниматься, когда люди знают друг друга очень мало времени. То есть какие-то деньги я сама заработала на нее. Просто человек знал, что я это очень хочу, а в Москве это купить очень-очень нереально. Наташа, слава богу, что не подделка, потому что по 100 долларов этих подделок... Это у меня как преданное мое. А мы сейчас давай выясним, подделка или нет. Я знаю, ты хорошо в сумку разбираешься. У нее в домике, в домике. Иди принеси, покажи. Ой, принеси. С слезами? Конечно. Конечно. Я на раз вам скажу, настоящий или нет. Вообще, вот я не знаю, говорить, что сумочка у меня за сколько, вот это как такое... Нет, говорить-то можно о чем угодно, но за чем? Можно и более высоким, наверное. Такой цвет роскошный. 6 тысяч евро, да? Да. Но это не самая дорогая сумка. Тогда я пошупаю, что за сумка за 6 тысяч евро. Похоже на настоящую сумку. Ну, фыраму тоже сумка идти. А я думала, они меня будут ругать, потому что у меня история такая необычная, поэтому... У кого купили? Ее привезли. Не хочу вас расстраивать. Но придется, судя по всему. Придется вас расстраивать. У меня точно такая же сумка, только черная, но... Как бы не это главное, я же об этом не кричу. Нет, зайчик, обманул. Нет, обман, конечно. Слушай, обманул мужчина, да? Да, обманул. Забирай. На пол не встать. Обманул, отдай ей, а то денег не будет. А давайте мы ее вот здесь поставим. Вы смотрите, мы так долго говорили о статусе девушки, подходит, не подходит, поэтому давайте я не буду сейчас ходить с огородами, сразу к вам. Девушка работала официанткой, а сегодня она владелец своего бизнеса. Совладелица. Совладелица, неважно, вы 24 года. Вы думаете, это реально? Реально. Официантки, совладелица бизнеса? Нет, ну, конечно, ей помогли. А что здесь? Как? Расскажите, пожалуйста, Наташа. Расскажите, как это так помогают нынче, чтобы сразу из официантки... Дело в том, что я работаю 17 лет. И именно стала работать в ресторанном бизнесе, который мне очень сильно нравился. Вот пришла такая красивая девочка в ресторан, а там пузырь, владелец. И заприметил, статная, юная, красивая. И стала за ней ухаживать, пока он ей в виде, так сказать, ультиматума, или ты со мной, или выгоняю. Вы же не согласились с ним в отношениях? Было вот, расскажу поподробнее сначала. Значит, однажды он мне позвонил, пригласил на ужин. Я отказала ему, объяснив, что вы мой начальник, и я как бы... Ну, для меня работа – это работа, а вот эти отношения... Тем более, он был женатым мужчиной. На что он сказал – хорошо, тогда завтра в 9 утра ко мне на планерку. Вот урод, а. Приходит ребенок в 17-летний, устроившись на работу, а там начальник, от которого вы зависти. Ну, вы умница, вы сказали – тогда я приду писать. Да, я утром пришла к ним на планерку. А он не поверил, он же думал, что вы к нему на колени сядете утром. Да, такой... Я стояла, причем он даже не сказал – садись, я стояла как на расстреле на каком-то. Вот. И, значит, он сказал – что мы с этим будем делать? Я говорю – как, что? Он говорит – ну что? Я говорю – я сейчас не буду с вами. Он говорит – пиши заявление об увольнении. Сколько ему лет было на этот момент? Ему было 39. Ухотливый урод. Ну, не такой старый. А в какой момент вы поняли, что вы в него влюбились? Вот, как бы, вот это начало истории, я ему отказала, он в итоге сказал, что ладно, заявление не надо. Иди работай. И стал, да, какие-то знаки внимания оказывать. То есть это был букет в ресторан с курьером, это было... То есть, когда он понял, что нахрапом вас, ребенка, не взять, он стал огородами вокруг вас, да, разрешал посидеть рядом с собой, кофейку попить. Он, да, он, как бы, приходил в ресторан, разрешал возле него посидеть, причем просто общались мы на такие темы. Я не могла ему отказать сказать, я не пойду с вами садиться, потому что я на работе, я, как бы, это мой начальник, геймдиректор. Вот, и, как бы, стал вот такие вот знаки внимания. После он меня повысил. Это, в принципе, можно ее только за это похвалить на вопрос в том, каким путем она стала совладелицей бизнеса. Если за счет своего личного труда, то уважение, если за счет использования мужчин, то, как бы, не очень хорошо. И вот у вас начались с ним отношения, вы переехали к нему в съемную квартиру, в его холостяцкую, да? Ну, у него была не одна квартира, поэтому, да, я переехала в нее, и уже мы стали, я не то, что переехала с всеми вещами, мы стали там встречаться. Наташа, а если бы он вам сказал, что он в ближайшее время, так вас полюбив, оставит жену и детей? Он мне не был нужен в мужья, то есть я не представляла его, там, мужчиной своей мечты, своей жизни. Ну, а как, ты не первая, ты вот очередная. Анастасия, для чего вы это сейчас? Что вы ей под кожу иголки? Нет, мне просто интересно. Бедная девочка, 17 лет, которая пошла работать официанткой, адовый труд, а не пошла в институт. Нет, я понимаю, но, тем не менее, ей это нравилось, раз она не прекратила эти отношения. А у вас не было такого, чтобы, когда за вами ухлестывал какой-нибудь престарелый урод, нет? А вот у меня были, прятаться не знала где, а еще зависишь, а еще и режиссер. Понимаете? И не знаешь, куда прятаться, у подружки в коммуналке или еще куда-то. Ну, 39 лет, это не престарелый. Нет, это нормально. Когда тебе 17 лет, а ему 39. 39, конечно, престарелый. Все в сравнении, согласен. Анастасия, здесь еще ситуация такая, что он делал это именно, не то, что мне прям в глаза эти цветы, нет. Он делал это через людей. Он слабыкеты подарил. Знаете, я сейчас не нападаю просто, мне интересна позиция, то есть тебе это нравится или нет? А мама ничего не знала, конечно. А что сейчас, совладельца. Интересно, девушка, мы, конечно, жизненные принципы у нее весьма, весьма сомнительные. Слушайте, вас не будет напрягать то, что Наталья вместе с бывшим, со своим имеет бизнес? Будет. Будет? И что вы для этого сделаете? Отделю часть бизнеса Наталью. Каким образом? Либо выкупить долю того человека, если он согласится. А есть деньги-то у вас? Я сейчас говорю варианты. Хорошо, либо Антон. Либо, соответственно, продать ему оставшуюся долю, это возможно. И деньги куда? Либо, соответственно, организовать свой собственный бизнес отдельно уже. Скажите, пожалуйста, сюрприз. Прошу, вот стульчик. За этот? Твой, да. Берем салфеточку, чтобы не испачкать прекрасные джинсы. Уй, к сердцу мужчина лежит через желудок. Да. Замечательное решение. Можно открыть шампанское, я думаю. Я еще не открыл. Мне кажется, ему немножечко неловко, он себя чувствует несколько неуверенно в такой обстановке. А можно мне к вам подойти на одну зиму? Да, пожалуйста, пожалуйста, и вас удачу. Друзья еще могут подойти. А вы любите укрепь? Что, я? Да. А кто он никогда не ел? Никогда не ел. Почему? Как не доводилось. Давайте вы не знаете, любите или нет. Конечно. И как их приготовлять, я тоже не знаю. По-моему, они сырые должны быть, да? Да. Берите в ручку. Я лишаюсь, ничего страшного. Хорошо, хорошо. Отделяйте, и мне можно дать попробовать. Это вот сюрприз или тест? Это я голодный. Одно другому не мешает. Ну, такой тест, но я почему-то... Немножко с маленькой подковкой такой, потому что жених объявил, что нужна девушка статусная. И не дай бог, чтобы она была официанткой или из салона красоты вдруг. А тут... Все, пожалуйста. Лучше вычислиться, да? Нет, надо на вилочку. Наташ, как часто едите устрицы? Вот, можно открыть рот. Вот. Не, не часто. Ну, я бы предпочла из домашней кухни блинчики, жареную картошечку, запеченную свининку под сыром. Спасибо вам большое. Забирайте другую сумочку. А счет? Да, ничего страшного. Это аванс? Да. Слушай, я вообще так разволновалась сильно. Сергей и Анастасия, как вам девушка? Очень милая, компромиссная, я думаю, лояльная. То есть, в принципе, Антону подойдет. Насчет бизнеса они смогут договориться. А вы что скажете? Внешне очень, конечно, красивая. Что касается ее характера, она целеустремленная. Но мне показалось, она немножко беспринципная в жизни. Наташа, ну, конечно, человек говорит о статусе, не умея есть устрицы в его глубине. Наташа телеум, то есть собрание планет в знаке тельца. Она мощнейший телец. А тельцы – это те люди, которые свою жизнь начинают с очень горького урока за все надо платить. Они достаточно инертны. Они не всегда быстро идут на новое, но за счет этого сохраняют стабильность. Она человек, который развивается постепенно, поступательно. Поэтому, например, не пошла сразу на отношения с этим своим боссом, а сначала присмотрелась и сделала для себя какие-то выводы. Достаточно искренне, и поэтому у меня нет к ней никаких обвинений в материализме. Потому что она так создана. Вот это ее природа. Хорошенькая, это ее природа. И определенному типу людей это позволительно. Для нее ее материализм и меркантильность – это не развращенность, а ее суть. Они прям очень были настроены. Так ты дружелюбный сразу, да? Я рассчитывал, что пожестче будет. Вот-вот-вот. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай пожениться», и я предлагаю Антона встретиться с третьим невестем. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Очень интересно с тобой пообщаться и узнать о тебе побольше. Я немного волнуюсь. Взаимно. Спасибо. Проходите. Очень милая девушка. Я думаю, она должна понравиться нашему жениху. Очень нежная. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте. Какая у вас стрижка затеяли. Я первый раз такое вижу. С кем вы? Я пришла с своими подругами Аней и Екатериной. Давайте посмотрим. Юлия, 27 лет. Дизайнер одежды. Мечтает родить сына, открыть свою студию и выйти замуж за мужчину-тельца. Предупреждает, что никогда не переедет в квартиру к избраннику, если ремонт не делала другая женщина. Возлюбленный признался Юлии, что женат и исчез. Искала его полтора года, но в конечном итоге решила начать новую жизнь. Надеется, что Антон поможет ей забыть о былых чувствах. Бедная девочка. Я знаю, что вы даже хотели обратиться в программу «Ищу тебя» или «Жди меня», да? «Жди меня» хотела обратиться, потому что это вообще отношения начались с чего? Вот хотелось бы рассказать с подругой, со своей. Мы на сайте знакомств, она познакомилась с интересным молодым человеком. И она очень побоялась пойти к нему на свидание одна. И она сказала, пойдём ты со мной, а он возьмёт с собой друга. И когда мы пришли на свидание, получилось так, что они с этим молодым человеком никак не сошлись. А я и его другу понравилась, и он мне понравился. А потому что вы были свободны от того, чтобы производить впечатление. Меня смущает её чёлка. Девушка симпатичная достаточно. Она очень симпатичная, миленькая такая. Когда он вам сказал, что у него есть жена, и он с ней 10 лет. Гражданский брак, 10 лет. Но детей нет при этом. Нет, он мне как преподносил. Он мне раз вроде как закинул удочку и говорит, знаешь, есть женщина, которая меня любит. Я так говорю, ну кого не любит, говорю. У каждого есть человек, который, ну, его, наверное, скрыто или открыто любит. В общем, вы пропустили мимо ушей. Я пропустила мимо ушей. Может быть, я просто слышать этого не хотела. А потом, когда уже он мне открыто сказал, что у меня есть женщина, мы с ней живём вместе 10 лет. Но отношения, Юлечка, при всём при этом у вас завязались. Потому что вы считали, ну, неофициальный брак, детей нет. То есть вам, собственно, чего бояться-то? Вы никого не увозите? Никого не обижаете. Женатый мужчина, он чужой мужчина, он занятый мужчина. Ни праздники, ни выходных. Она всё время одна. Это очень тяжело. Я настолько боялась вообще что-то говорить. Боялись спугнуть, да? Просто вот пылинки. Вот я сидела и слушала его. И вот, говорю, наслаждалась моментом, который я увидела. И сколько времени вы так наслаждались этими моментами? Это было настолько мало. Это было несколько месяцев. Это было всё. Я хочу сказать, что первые отношения у меня были 6 лет, а вот эти вот 3,5, где-то месяца 4. Но наполненность душевная, духовная, это было гораздо больше. Мне кажется, она вообще всё надумала. Создаёт впечатление, что она умная девушка. Но говорить ли она правду, это большой вопрос. Как он просто исчез, не сообщил вам? Я поехала, я из города, родом я вообще с Мурманска, а последние 15 лет в Туле прожила. Я поехала сдавать госэкзамены в институт, и после моего приезда мы должны были встретиться. И он мне написал сообщение очень интересное. Он написал, когда ты приедешь, нам надо будет с тобой встретиться, и нужно твоё серьёзное решение. То есть я поняла, раз нужно моё решение, но так не бросаю. То есть нужно решение, значит... Заинтриговал. Да, значит, может быть, он хочет мне предложить переехать в другой город, потому что он такие вещи говорил, что я не хочу, что если я ушеду от своей девушки, её семья меня найдёт, нам нужно будет уехать в другой город, ты готова? Я говорю, я готова. Он говорит, в Москве мы точно не оставимся. Я говорю, я готова уехать. Хотя в Москву... Какой врун! Какой врун! И вот когда я приехала, я начала ему звонить. Там поднял мужчина очень пожилой и начал говорить, что это вообще номер принадлежит не тому человеку. Какой-то аферист. Просто аферист и врун. Ещё хорошо, что не обокрал. Да, даже, получается... Правда, Руслан, кошмар вообще. Но мне кажется, если он даже к ней вернётся, она всё равно заново будет с ним. Вот, потому что как-то она... Это её характер. Да, 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 да. Мне всегда казалось, что во мне очень много какого-то мужского начала, что вот я как мужчина завоёвывать должен, а я люблю. Правильно. Я первого своего парня 5 лет добивалась. Вам нужно научиться говорить себе «нет». Не все желания должны реализовываться. Не все желания должны реализовываться. Как женик смотрит на то, если женщина делает подарки? Не считаете ли вы, что это мужское дело? Я не говорю о подарках финансовых. Я вас понял, да. Я говорю о сюрпризах. К подаркам не особо привык, поэтому для меня всегда они вводят в смущение подарки. Я привык сам делать подарки. А я тоже не особо привык к подаркам. Поэтому мне даже всегда вводят. Но сегодня пригодится. Порой я не представляю, как себя даже вести на эти подарки, как реагировать. То же самое. Но мы как-нибудь научимся, я думаю. Юречка, сегодня же вы что-то приготовили, да? Да, у меня есть сюрприз. Я хотела бы пригласить жениха вот сюда. Еще стол. Мне хочется, чтобы мой сюрприз был воспринят только на эмоциях. То есть его не надо видеть, его надо прочувствовать. Поэтому мы сейчас закроем глаза и я провожу на сцену. Мне надо полностью доверять. Заметь, я шампанское пил. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь прошу проследовать за мной. Мне надо совсем полсу дырать. Что она мне приготовила? Просто... Тянет его. То есть на дыре. Можно расслабиться здесь. Сейчас мы представим, что мы с вами на берегу океана. Мы полностью расслаблены. Слушаем звуки тревоя, птичек. Это морская трава? Вот. По тайским обычаям... Мы на Черном море? По тайским обычаям ощущения при завязанных глазах они более сильные и запоминающиеся, чем при открытых глазах. Предлагаю полностью расслабиться и получить удовольствие. Конечно, очень романтично это было бы, если бы повязочки не было. Поднять ручки немного. Продолжайте, не останавливайтесь. Все. Можно снять теперь маску. Самому. Не хочется? Неа. Хочется, чтобы такое было чаще. Ну вот, если вы выберете меня, такое будет постоянно. Я понял. Он согласен. Спасибо. Спасибо, Юлечка. Вы уже с подругами можете идти к себе. Сергей, что скажете? На самом деле девочка мне очень понравилась. Видно, она такая чувственная, такая нежная. Вот она, мне кажется, на мой взгляд, сможет создать семейный уют, благополучие, какое-то спокойствие в семью привнесет. Понятно. Антон? А мне понравилась девушка. Ну, еще бы не понравился вам этот дивный массаж. Ему, по-моему, все нормально. Юлия, конечно, для начала должна вырвать страсть, твою больную страсть к Илье из сердца. Дело не в том, какой мужчина. Она постоянно себе образ этого Ильи перед глазами имеет. Мне кажется, чтобы закрыть тему с предыдущими отношениями, нужно начать новые отношения. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. А пока реклама. Оставайтесь с нами. Нельзя сказать, что выбрать сегодня не из кого. Правда? Нет, это безусловно. Есть из кого. Вот. Поэтому вы подумали, вы решили. И кого же вы советуете? Все девушки хороши, но мне больше всего понравилась Юля. Спасибо. Конечно, мне трудно за Антона выбирать, но мне, честно говоря, тоже Юля понравилась больше. Юлечка, тебе понравился Антон? Ну, Антон меня, в общем-то, заинтересовал. И если бы он, конечно, за мной зашел, я бы к нему вышла, но, естественно, надо еще пообщаться за пределами студии. Я в самом начале программы сказала, что вам нужна девушка, которой вы смогли бы управлять, чтобы последнее слово оставалось за вами, чтобы вы не чувствовали себя ущемленной. Боюсь, что с Доминикой и с Натальей вам будет в этом смысле тяжело. А Юле попроще в этом смысле. У нее нет большого собственного бизнеса. Ей нечего терять, кроме этих фантазий, направленных в адрес Ильи. А эти фантазии легко перебиваются новым чувством. Поэтому к Юле. Если он не захочет изменять своим принципам, если он хочет пойти поперек своим принципам, навстречу своей судьбе, то он зайдет, конечно же, за мной. Я за Наташу. Почему? Потому что секси, потому что, в принципе, 24 года, ну и статуса побольше, чем у всех. Потому что Доминик меня не убедил со своей странной такой фамилией и с такой немножко странноватой историей. Не верю я. А красавица какая? Ну, красавица, молодость, это единственный недостаток, который достаточно быстро проходит. А у Наташи это прямо... А звезды? Для звезд выбор очевиден. Доминика, ярко выраженный водолей, вам не подойдет, вы не сможете с ней ужиться. Юлия, смесь водолея, овна и рака вас будет временами раздражать. Боюсь, что не услышите друг друга. Однозначно, Наташ. Как ты думаешь, куда он зайдет? Я не знаю, кому он зайдет. Я могу предполагать, что он зайдет ко мне. Я его, конечно, поддержу. Я думаю, что вы решили уже к кому идти, поэтому проходите. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с номером по телефону 4-4. Владимир, 27 лет, номер 2054. Генеральный директор интернет-магазина. Бегает по утрам, занимается акробатикой, катается на сноуборде. Познакомится со стройной и веселой девушкой, которая умеет добиваться поставленных целей. Ричардес, 48 лет, номер 2055. Фотохудожник. Все свободное время посвящает работе. Предупреждает, что с ним сложно спорить, потому что он всегда прав. Хочет встретить уверенную в себе женщину с сильным характером, которая станет ему верной спутницей. Мы не знаем, выйдет Антон один или с избранницей. Приглашаю всех выйти поддержать его. Юля, я захожу тебе только с одним условием. Ты должна забыть своего лица. Ну, ты мне поможешь, надеюсь? Ну, это грант. Замечательно. Я очень рада, что ты зашел. У нас есть пара Антон и Юлия. Если вы тоже хотите обречить свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4-4-й. Я, Лариса Бузеевна, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожалуйста. Спасибо. Руслан, здравствуй, привет, это я. Здравствуйте, да, и что дальше? Кто вы, как вас зовут? Ну, что, рыбу привез, я говорю, ты, знаешь, забыл, Анна. Ну, все, ты сегодня без ужина. Странно. А почему? Почему странно? Это сплошь и рядом. На мой взгляд, он чуточку перекокетничал здесь. Такое ощущение, что к нам на программу пришла Селин Дион, ну и как минимум Стинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин